В ожидании общественных слушаний жители улицы Ткачей продолжают искать доказательства тому, что живут в исторически значимом месте. Напомним, активисты первого рабочего поселка переживают, что их двухэтажные дома, построенные в 1924 году, признают ветхими и жителей попросят покинуть насиженные места. Для оценки домов они пригласили одного из трех специалистов в регионе, который может проводить историко-культурную экспертизу Александра Снитко. Лично я считаю, что это памятник городостроительства и архитектуры мирового уровня, потому что такого крупного поселка, малоэтажных домов, построенного по принципу города-сада, нет в нашем регионе, в ближайших городах нигде. Кроме того, это самый первый пример индустриального домостроения, в деревянном, конечно, исполнении. Архитектор Снитко может составить необходимый акт госэкспертизы, в котором отметит ценность домов и всей улицы, определит предмет охраны. Сама идея города-сада, место, в котором можно жить и наслаждаться природой, здесь выдержана до мелочей. Между домами большое расстояние, садовые участки внушительные, улица светлая и широкая, малоэтажные строения внешним видом напоминают о начале прошлого века. Между тем, угроза для исторического места, как говорят жители, вполне реальная. Три участка на месте снесенных домов. Я знаю, есть предпроект, предэскизный проект застройки девятиэтажными домами. То есть эти дома безобразно нарушат облик рабочего поселка, и этого ни в коем случае нельзя делать. Если будет принят генеральный план, по которому разрешено будет на этом месте строить многоэтажные дома, в принципе, это будет реально. Это с одной стороны. С другой – расходы по приведению домов в надлежащий вид в случае, если в департаменте культуры будет принято решение сделать улицу или ее участок достопримечательным местом. Жителям придется убрать сайдинг, поменять оконные рамы, сделать нужную растекловку, заменить заборы. И сделать это можно будет только с помощью специальных организаций. Удовольствие не из дешевых. Если мы будем уверены, что мы здесь останемся, то есть это мы готовы вкладывать, конечно. Мы также готовы ухаживать, только мы должны знать перспективу. То есть если мы будем вкладывать сюда средства, то мы должны знать, что эти средства потом будут работать на город, на историю, на наших детей, на наше поколение. Александр Снитко предполагает, что можно сделать улицу достопримечательным местом и взять ее даже не на региональную, а на федеральную охрану. Для проведения экспертизы необходимо 20 тысяч рублей. 4 марта в Департаменте культуры состоится совещание по определению исторической важности улицы Ткачей.